Вот-вот казанцам будут доступны новые места для проведения досуга – пляжи. Как известно, три заветных слова – солнце, вода, отдых – не всегда несут в себе что-то приятное и безопасное. Несмотря на скорую укомплектованность казанских пляжей оборудованием, спасателями и медицинскими работниками, надеяться только на помощь извне не стоит. Специалисты рекомендуют соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы отдых не обернулся неприятными последствиями. Юлия Валеева, доцент Института фундаментальной медицины и биологии, выделила несколько самых частых травм в местах массового летнего отдыха. В основном, конечно, мы говорим про утопление и случаи уже есть первые, то есть утопление. Ну и неотъемлемый, конечно, это тепловой удар, это солнечный удар, с которыми чаще всего сталкиваются люди. Если мы говорим про более активный отдых, не исключением это может быть и вывих. Что касается жаркого палящего солнца и избыточного тепла, то эксперты выделяют два состояния, которые могут развиться у человека. Это тепловой и солнечный удар. Тепловой – это не всегда про воздействие солнечных лучей. Порой человеку может стать плохо от общего перегревания организма. Чаще всего этому способствует жаркая погода, тушное помещение и теплая одежда, которая не пропускает воздух. Солнечный же удар – это прямое воздействие солнечных лучей на организм человека. Здесь страдает непокрытая голова и неподготовленная кожа. Если мы говорим про развитие ожога при воздействии солнечных лучей, в основном, конечно, это две степени. То есть это первая степень и вторая степень. Чаще всего, конечно, мы сталкиваемся с первой степенью ожога. Основными симптомами являются покраснение кожных покров, далее уже это болевой синдром присоединяется. И, конечно, за счет того, что все-таки это воспалительный процесс, это может повышаться температура. По статистике, если площадь ожога больше, чем 1%, это больше, чем одна ладошка, все-таки необходимо обратиться в лечебное учреждение. Ну и, конечно, самой большой опасностью на воде является тонущий в ней человек. Купание может закончиться трагедией, которую можно предотвратить, если уметь распознавать тонущего человека и после оказать первую медицинскую помощь. Большинство из нас привыкло считать, что утопающий размахивает руками, громко кричит и вообще всячески привлекает к себе внимание. Но обычно это совсем не так. Утопление происходит очень быстро и тихо, прямо на глазах у ничего не подозревающих людей. Юлия Валеева рассказала и наглядно показала, как помочь человеку. Мы смоделировали ситуацию, когда мы пострадавшего уже извлекли из воды. Первое, что необходимо, конечно, по возможности уложить его на ровную поверхность. И опускаемся к пострадавшему при наличии, что нам ничего не угрожает. Определяем сознание. То есть берем заплечевый корпус и слегка встряхиваем пострадавшего и задаем вопрос. Вам нужна помощь? Ну и, конечно, вероятнее всего, если мы пострадавшего извлекли из воды, все-таки у него уже нет сознания. Дальше необходимо проверить дыхание. Рука на лоб, два пальца. Необходимо открыть дыхательный пути путем пережизгибания шейного отдела позвоночника. Ухом наклоняемся к ротовой полости и определяем дыхание в течение 10 секунд. Работают три принципа. Вижу, слышу, ощущаю. Если за 10 секунд мы не определили ни одного втоха, то есть не увидели экскурсию грудной клетки, мы расценим, что дыхания у нас нет. Если вы видите, что в дыхательных путях есть инородные тела, это могут рвотные массы, песок, то нам надо их очистить, восстановить проходимость дыхательных путей. Прям пальцем залезаем, то есть очищаем в дыхательном пути все, что там есть. Лучше всего, конечно, по возможности на палец намотать какую-то ткань. Соприкасающей поверхности будет больше, мы больше сразу можем удалить все инородные тела. У спасателей, да, то есть есть такие вот защитные экраны. Работать без защиты и делать искусственное искусственное дыхание в рот в рот нельзя. То есть накладываем защитный экран, открываем опять же дыхательные пути, нос зажимаем и производим 5 вдохов. Раз, два. Когда вы производите 5 вдохов, вы должны смотреть на грудную клетку. Нельзя со всей силы перераздувать легкие, то есть все должно быть в рамках разумного. Как только грудная клетка отреагировала, больше не дышим. Дальше мы выполняем сердечно-легочную реанимацию. 30 компрессий, два вдоха. То есть считаем десятками, да, то есть сердце у нас находится посередине, за грудиной, нижняя треть грудины. Ставим руки, руки только в замок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Тридцать компрессий, далее два вдоха. И далее опять. Тридцать компрессий, два вдоха. И так работаем до приезда скорой помощи. Также отметим, что необходимо обязательно обращать внимание на знаки и информационные щиты, установленные вблизи водоемов. Ведь многие базы отдыха с беседками и игровыми площадками, расположенные у рек и озера, не являются местами отдыха у воды и купаться там строго запрещено. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюс.